Привет, друзья! С вами я, Виктория Усть, и вы на моем канале «Испания. Жесть с нуля. Трансформация». Сегодня мы опять отправляемся в путь счастья в Сантьяго де Компоштен. Третье место по важности для православия. Мощь святого Якова. Я сегодня вам покажу, потом выпуск. И смотрите до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Последствием посмотрим. Ну вот мы снова на Аточи, друзья. Как всегда, место встречи извинить нельзя. Вот мы и на месте, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Мы идем на службу. Люди только начинают открывать свои лапки. Я лучше немножко на русском буду, да? Мне немножко легче. Я сам с Черновцов, хотя это Украина, но я родился в румынской семье. Кто знает, если кто-то из Черновцов, там есть целые румынские селы. Поэтому, то есть... Но я разговариваю на украинский, на российский, на испанский, на английский. То есть, пока откроет нам церковь, немножко расскажу. Несколько слов о святом апостоле, Якове. На испанское это Сантьяго. То есть, Сан, Святой, Яков, да? Иоанн очень такой... Давайте зайдем. Я так расскажу, да? Вот апостол Яков проповедует. В Сарагосте ему появляется Божья Матерь. Поэтому, то есть, и Божья Матерь, и Божья Матерь, и Божья Матерь, и Божья Матерь. То есть, когда появляется Божья Матерь, и апостол Яков, утверждает его, что у него не падал дух. Потому что пришел, проповедовал. Результатов никаких, учеников не было. И возвращается снова, возвращается снова в Иерусалим. И там, значит, проповедуют его. И говорят, что как он был, как просто грома. Потому что слово им было как гром. На что-то каждое слово было целено и точно. И вот, и род Агриппа у Рожаи пролисается на предстоянии, и убивает, убивает апостол Якова. Его ченики Афанасий и Феодосий собирают его тело, то есть, то, что мы сегодня называем его мощами, и по морю направляют, направляют, аж сюда, на Рожаи, и здесь его короли. После этого, след апостол Яков пропадает. Вот в 85-м, в 830-м году, и тогда, говорит хроника, что однажды в лесах Голиции одному монаху во время молитвы является видение. И является видение, целое поле, написано звезда. Он думает, что там есть, спрашивает своего эпископа, а в свое время не было ни Санчьява, ни Пико, ни Пантегедро, а самый главный город, это был Патрон, Ирия Пилагия, это провинция, в свое время, то есть, провинция Иеринская импирь. И, спрашивая своего эпископа, вот это видение такое, они начинают, начинают рыть, рыть, находят одно тело, где было написано апостол Яков. После этого, для того, чтобы было, нужно было утвердить какой-то закон, должен был прийти и человек, который представлял и съезд из вас. Это был король. Приезжает король. В свое время это не было еще ни королевского, ни испанского короля, а эта вся зона принадлежала королю Аштурс. Я чем могу поговорить. Горица и Аштурс, это князь. Приходит князь и утверждает, что действительно здесь эти мощи находятся, принадлежат апостол Яков. Здесь, там, где они находятся, с самого начала строя, маленькую церквушку, для того, чтобы люди приходили на поклонение. То есть, очень часто, то, что мы сделали сегодня автобусом, конечно, теперь тоже имеет какую-то ценность, потому что лучше, конечно, сделать какой-то шаг, хотя бы автобусом приехать, сюда, в такое место, с чем-то там следом. но всегда было, что как? Люди всегда шли пешком к святым вещам, на четыре места. Это и у нас было, то есть, в свое время, вы знаете, там советская власть ее уничтожила, люди шли пешком и в Пачае, и к Ивопечерскую лавру, и какой-то там, где-то там были паломники, всегда, всегда не ходили. И это ходьба не только как интерес, искусство, нет, это и время как бы некое молитвенное стояние, некий духовный процесс, некий подвиг, духовный подвиг. Почему? Потому что вот Христос, когда проповедствует в Евангелии, Он не сидит в Иерусалиме и ждет, а Он идет, Он ходит. В Иерусалима в Катернауну, в Катернауну на Завет, после этого в Самарию, туда-обратно, снова. То есть люди всегда ходили, люди всегда ходили, особенно в сутки местах. И вот 9-й век, это что? Саратинцы забрали Иерусалим. Конечно, было вообще без антиханск, Мополь, где целые мощи там, и много-много святых таких, таких святых величей, которые было, было в остальном. Афон еще был. Но здесь в Запад начинают приходить на поклонение, на поклонение Калмошного Янца. В прошлом году было более 4-х миллионов туристов. Вот 150 лет строили кафедральные сады. Мы желаем за 20 лет народ, Родину построить. Куда? На столе. То же самое очень интересно в Германии Кёй, одни из самых больших картеральных соборов, на протяжении 800 лет строится. А внизу там находятся мощи святых мудрецов. Кроме этого, мы приходили сюда для того, чтобы очистить свое тело, душу и ум от греха. Назывался это Каминдрюбердон. И вот люди с молитвой шли и когда в Тихо Крыль заходили в первую очередь в каком-то соборе и исповедовались, после этого причащались и уходили с миром. А внизу в той церкви, где мы были в прошлом году, я вижу, тут девушка против, она грузинка, да? Да. Вы в прошлом году были, да? Да. Вот у вас у нас. То есть в прошлом году в церкви там как раз возле церкви додается и кладбище. Кто приходил и больше уже не возвращался. Это же болезни, вирусы. Благослови, душе моя Господа, благослови, душе Господи, а сына, чечерка отец, хочется, гостей, прибыль. Уцарск, скри дои, помнями нацом, господи, кто не прийде, шутцарство твое, блаженню, мой дедухом, ПЕСНЯ ПЕСНЯ И потом дальше на экскурсию Отец Василий покажет нам Сатьяло Компостелу Расскажет историю Мы видим мощь святого Якова И после этого Наш ждет конец света Мы поедем смотреть Где есть конец света Где раньше исторически Все считали это концом света Так что так Продолжайте смотреть Ставьте лайки Если вы не подписаны Подписывайтесь на мой канал Мы находимся в сердце Там у самого места И что вам Проднаны Катарлицово То есть фасад Фасад Был измерен в 18 столетии Но то что уже построено Внутри Упала Там все уже С 12 столетия То есть храм Который уже почти 3000 лет И с другой стороны Это тюрьма Это тюрьма На шарсе Какая красивая С одной стороны Это тюрьма Это тюрьма Тюрьма Это бывший госпиталь Который построили Построили испанские короли И внизу На сегодняшний день Находится милиция А на втором этаже На сегодняшний день Это как мэрия Шунта 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 В 60-е годы В госпиталь Были переданы мэрией И из госпиталь Сделали Сделали Хотель На сегодняшний день Когда приезжает Король Испании Когда София Останавливается На втором этаже Ее отдельная комната Когда кто-то Какой-то президент Приезжает Они всегда В этом этаже Останавливаются Я не знаю Когда был Порошенко Здесь Он был Ночевал Одну ночь Но я не знал Был здесь Или в другом месте Я видел его Роспись В архиве Там написал Что рад был Сделать камин То что он увидел Красоту Потому что Есть у меня даже Некоторые слова Которые 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 Очень интересно Что В госпиталь На сегодняшний день Осталась Как бы тоже Как бы Неким Неким Больницей Для первых 10 людей Которые приезжают Само утра То есть Принимают На целый день Бесплатно Но Не просто появился Ты И после этого Вроде бы 50 Сдают Только Ужин Поужинать Но Не просто появился Ты Я появился Как первый Человек Который Пришел Обычно Когда делают Эту Дорогу Ты берешь Диплом Проходишь По всем Церквам Тебе И вот Ты идешь Постоянно Постоянно И когда приходишь сюда Ты уже зарегистрировался там После этого Первые 10 людей И имеешь право Наслег Самый Самый Крутой Как говорят Самый Крутой Красный Всего города В свое время Было Как Некое Коншульство То есть Многие люди Приезжали сюда Что-то натворили Кого-то убили Награбили А здесь Здесь было место короля Внутри Полиция Не могла брать никого То есть Они что-то сделали Быстро Спускались И Спускались В больницу И все А там Только король Может быть Да 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 Восток Воскрес Восток Много Восток Боли Восток Восток Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раз в четыре года церковь имеет особую благодать святого Якова и посвящает целый год этому апостолу. И кто делает этот камень в Сантьяго в этом году, это называется Анухаковею, то есть прощаются с его грехами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А здесь это бывшая курья или бывшее место, где жили священники. В свое время были до четырехсот священников, которые служили в капитальном заводе. До четырехсот. А теперь вроде бы двадцать с чем-то. Хорошо, тебе погрузили. Спасибо. 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 Так храм на ремонте. Но мы все равно идем к мощам святого Якова. Вот этот маятник, когда мы были в тот раз, он полностью расшатывается через весь храм. Подпишись на месте. Так храм на ремонт. Олимпийский. Звучит. Андрей Вольвс Сантья. Олимпийский. Объявляющийся с садатеси. Он приятный, он приятный. Учеба. Олимпийский. И Agricене. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, мои хорошие, мы сейчас с вами были только что смотрели мощь Якова, попросила, совсем не захотелось. Вы себе догадывались, из чего я могла попросить. И сейчас иду обедать, но подошла к местному и попросила, говорю, подскажите, где лучше покушать, потому что, естественно, возле собора цены космические. И я люблю вкусно покушать, но не сильно хочется переплачивать. Поэтому он посоветовала мне тут в один перелочек, где они сами кушают. И пойдемте посмотреть, куда он нас направил. Ну вот, ребята, зашла вот в такую кафешку. Говорим, я не до аборта. Это называется «Добро пожаловать на борт». Все в стиле, в тематике морской. И действительно, за меню, это первое, второе и что-то на сладкое, вот, 8,50. А так, чуть-чуть дальше в центре, это 20. Так что, ребята, стоит иногда отойти чуть-чуть подальше. И здесь только местная публика. Вот после хорошего обеда можно и погулять. Ребята, мне кажется, тут одного дня. Совсем не хватит, чтобы посмотреть. Тут надо ночевать. Тут один день надо приехать и ночевать. Вот нашла еще одну улочку, смотрите. И там еще один замок. Вот, ну как это все посмотреть в один день? Моей маме привет. Цветочки. Это действительно ощущение сказки. Все как будто сказочные домики. И ощущение здесь очень-очень-очень приятное. Моей маме привет. Буквально час езды, да? Стоять на тело Компостелу и на Коруне. Стоять на тело Компостел. Учитель! Учитель! Моей маме позабHHHHH. Маяк «Конец земли» называется, все, дальше один океан. Ну что, ребята, вот мы и в Коруни, идем смотреть на маяк, край земли по Тополи. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, ребята, край земли. Может, это не он, по-другому? Это не он, по-другому. Шары летают. Он, своего рода, как основатель этой колонии потом, уже, ну, в те времена. Что, тут королевство? Да какое-то дело. Ну что, друзья, вот и закончилась наша поездочка. Мы побывали в Сантьаро-Компостелло и сейчас, на данный момент, на маяку «Фин Дель Мундо». Конец земли, ребята. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и продолжайте следить за мной в Ютубе. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok